Друзья, всем привет! В последнее время мошенническими схемами стали пользоваться уже известные всем крупные компании, такие как, например, Ростелеком. В нашем доме Ростелеком с марта 22 года стала высылать всем жильцам многоквартирного дома счетам какие-то непонятные услуги. В квитанции даже не указывают, что это за услуги. Они присваивают лицевой счет, указывают все данные собственника и требуют оплату каких-то услуг. При этом собственник с Ростелеком не заключает никаких договоров и не заключал ранее. А самое интересное, что и управляющая компания заявляет, что они тоже не заключают с Ростелеком и не заключали никаких договоров. Получается, требования Ростелеком оплачивать квитанции полностью незаконны, то есть мошеннические. Я не поленилась и позвонила в клиентскую службу Ростелеком, чтобы разобраться, в чем дело. Они мне ответили, что это плата за услуги домофона. Но в нашем доме домофон устанавливала и обслуживает совершенно другая компания, которой мы платим в квитанции 12 рублей ежемесячно. Пункт за ПЗУ. Звоню в Ростелеком. Говорите, пожалуйста. Алло, да, здравствуйте. Ростелеком присылает счета на оплату, но мы не заключали никаких договоров с Ростелекомом. Я позвонила в бухгалтерию нашего дома. Там также отказываются комментировать и говорят, что Ростелеком просто шантажирует жильцов. Как быть в такой ситуации? Тут уже грозятся коллекторами, выписывают счета. Ну, я не знаю, откуда это вообще все, и хотелось бы разобраться, чтобы это прекратилось. Так, назовите ваш адрес, пожалуйста. Адрес... Назовите фамилию, имя, на кого оформлен договор. Здесь у вас только охрана и телефон. А по какой услуге вы обращаетесь? Я вообще не знаю. Тут написано, в вашем счете написано по оказанным услугам. И никакого договора с Ростелекомом не заключал. Почему Ростелеком высылает счета за непонятно какие услуги? Хорошо, а на счете указан номер лицкого счета? Номер указан. Да, назовите, пожалуйста. Сейчас заточню информацию, оставайтесь, пожалуйста, и не. Оператор Михаил, я вас слушаю, добрый день. Здравствуйте. Вот такая щекотливая ситуация. Ростелеком присылает счета за неоказанные услуги. Мы с ними договор с Ростелекомом не заключали, а счета присылаются, грозятся коллекторами, судом, действуют на нервы. Вот скажите, как это вообще понимать и как от этого исправить эту ситуацию, чтобы Ростелеком не присылал этих счетов? Потому что ничего мы с ними не заключали, и они ничего нам не оказывают. Я понял вас. Наживите, пожалуйста, по какой услуге у вас приходит счет? Я не знаю. Квитанция от Ростелекома. Написано по оказанным услугам. Тут даже не написано что. Написано номер лицевого счета. Счет. Понимаете? Я понял вас. Да. Наживите адрес подключения услуги полностью, начиная от города. Хотим написать заявление. В общем, это, ну, прокуратурой пахнет, понимаете? Присылайте. Точнее, это вам с вами рождается. Пожалуйста, на меня. Будьте любезны. Спасибо за ожидание. Я зарегистрировал претензию. Данная претензия будет рассматриваться в течение 10-ти килограмм данных дней. Результат вам будет выставлен либо в виде счета, либо придет смс на контактный номер телефона. Тот номер, с которым вы звоните. Ожидайте, пожалуйста, решения по данному вопросу. Хорошо. Спасибо. Спасибо за вашу звонок. Хорошего дня. До свидания. До свидания. После предъявленной претензии они только пересчитали долг, убрав начисленные пени. И также дальше продолжают требовать, чтобы мы просто так пролатили Ростелекому ежемесячно. Поэтому будьте внимательны, так как даже крупные компании мошенничают налево и направо. Друзья, благодарю вас за просмотр этого ролика. Предупрежден, значит вооружен. Будьте внимательны, особенно с компанией Ростелеком. Проверяйте, за что платите. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...